Продолжается атака, подключается Тепляков, но пока Никита Хрисанфов отдал передачу налево. Тепляков, хорошая передача, Хлусов еще дальше не успевает подставить ногу Винников и закатить мяч ворота. Просел в этой атаке немножко назад. Передача на Хрисанфова. Отдал хороший пас Винникову. Алуханян, передача. Нет ли положения вне игры здесь, но пока с мячом. Алуханян, передача, удар и мяч попадает в штангу. Не поднята. Рука с флажком первого помощника Игоря Кузьмина. Надо быстрее развернуться и отдать передачу. Удар по воротам. Нет. Здесь уже было и расстояние слишком большое. И Лаврентьев уже. А вот сейчас зацепится за мяч Нижний Новгород. Передача в штрафную. Сейчас будет удар. Гаганин. Ох, какой опасный момент. Рикошет там возник. Егор Гаганин бил. Не очень сильно. Мяч отскакивал, по-моему, от ноги одного из защитников, не попадая потом в итоге в сетку ворот. Было много борьбы. Было очень много нарушений. Было и достаточное количество желтых карточек. Поэтому, конечно, сейчас игра должна, мне кажется, преобразиться. Поскольку все-таки в этой ситуации и Крыльям, и Нижнему Новгороду чувствуется, пользуясь шансом, что Егор Лаврентьев ослеплен солнышком. Удар, да. Старался. Старался подкручивать. Я думаю, что надо ему попробовать мяча. И продолжается. Атака Хлусов. Развернулся. И вот здесь... Так. Нарушение пенальти. 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 Антон Силин. Итак. Разбег. Удар. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Никита Фадеев. Но как же так? Некоторые нарушения могут вновь преобразоваться в желтые карточки. А то, может быть, и в какие-то карточки другого цвета. Их не так много. А вот здесь нарушения. И здесь пенальти уже в ворота Веселова. Насколько я так понял, по статистике у них еще не было 11-метровых ударов. Гаганин разбегается мощно и без вариантов для Данила Веселова, который пытался просто угадать, куда полетит мяч. А Гаганин бил на силу. И случилось это на ряды. К Лусову и Тотскому. Вот сейчас опасный выход в штрафную площадь. И у Нижнего Новгорода появляются даже такие моменты. Роман Осин. В своей штрафной площади. Веселов сейчас направляет мяч на Тотского. Тотский делает скидку, подхватывает мяч и идет вперед. Но Егор Тотский пошел в штрафную удар. И даже, по-моему, был рикошет. Сейчас мяч он задержит. Атака продолжится. Хочу сделать вплотную к воротам. Удар, удар. И это удар, который надо было блокировать. Егор Лаврентьев переправляет мяч на угловой. В плане линии атаки. То есть, дает он поиграть в паре по-прежнему и Тотскому, и Хлусову. Может быть, Тотский сейчас вот как раз хорошая возможность для взятия ворот. И мяч в воротах! Егор Тотский перекидывает мяч через вратаря. А только я сделал замечание, что в линии атаки остаются с самого стартового свистка два игрока. И Егор Тотский забивает. Подача. Тотский. Хорошая скидка. Надо бить по воротам. Удар! Прямо во вратаря Сергей Макаров нанес удар. Но понятно, что вот выбрал момент у поля Егор Тотский. Хорошая передача на Макарова. Он получает мяч. Удар по воротам. Удар от ворот. Есть, не бросил мяч из Аута. Ох, как мяч выскакивает. Казалось бы, все получилось у самарцев. Ох, и гол какой влетает в ворота! Вот это ошибка! Вот это ошибка! И вот это гол, да. Нижний ног. Тепляков сразу вперед, диагональ. Борьба в штрафной. Тотский. Нет. Тотский удержался на ногах. А вот здесь падение и пенальти. Пенальти. Чтобы находились до удара за пределами штрафной. Удар! Гол! 2-2! 2-2! Сергей Макаров. Точно. Придирочку со штангой. Но не успевают крылья начать игру после пенальти. Счет 2-2. Фиксируется. Игра закончилась. Сразу нервничают игроки Нижнего Новгорода. Предъявляя какие-то претензии судьям. Но игра уже закончена.